Вы слушаете канал жаж.клаб, динозавры, возможно, произошли от теплокровного предка. Вопрос о том, были ли динозавры теплыми или холоднокровными, обсуждался десятилетиями, с противоречивыми взглядами и доказательствами обоих теорий. Новое исследование предполагает, что предок динозавров, возможно, был теплокровным, но не все динозавры остались такими. Некоторым динозаврам, таким как стегозавры, возможно, нужно было греться на солнце, чтобы поддерживать постоянную температуру тела, в то время как другие, такие как зауроподы, могли быть активными весь день. Споры о том, были ли динозавры теплыми или холоднокровными, продолжаются уже более 60 лет после того, как ученые поняли, что древние рептилии не были такими вялыми, как считалось ранее. Новое исследование добавило еще больше топлива в метаболический огонь, ища признаки «отходов» деятельности. Их результаты показывают, что предок всех птиц, динозавров и птерозавров был теплокровным, но некоторые из них, такие как трицератопс и стегозавр, позже потеряли эту способность. Это, возможно, повлияло на то, как эти динозавры вели себя, пытаясь поддерживать температуру своего тела. Динозавры с более низкой скоростью метаболизма в некоторой степени зависели бы от внешних температур. Ящерицы и черепахи сидят на солнце и греются, и нам, возможно, придется рассмотреть аналогичную поведенческую терморегуляцию у орнитологических или птичьих динозавров с исключительно низкой скоростью метаболизма. Холоднокровные динозавры также, возможно, должны были мигрировать в более теплый климат в холодное время года, и климат, возможно, был избирательным фактором для того, где некоторые из этих динозавров могли жить. Между тем, гигантские зауроподы с горячей кровью были травоядными животными, которые, вероятно, чаще сталкивались с проблемой необходимости охлаждения, нежели нагрева. Профессор Пол Барретт, эксперт по динозаврам в музее, говорит, что исследование поднимает интересные новые вопросы для исследователей. Это действительно интригующее исследование, которое поднимает много вопросов о физиологии динозавров и ее последствиях для экологии и поведения динозавров. И оно формирует хорошую основу для будущих исследований. Например, идея о том, что гигантские птичьи динозавры, такие как трицератопсы, потеряли свою теплокровность, совершенно новое и интересное. Становится все яснее, что биология таких орнитологических динозавров заметно отличалась от биологии других основных групп динозавров, и это исследование подчеркивает, насколько они были необычны. Ни у одного из динозавров, предполагавших потерять свой теплокровный статус, не было перьев или пуха, и это отсутствие, возможно, может быть связано с отсутствием у них эндотермии. Было бы очень интересно изучить этот аспект в отношении эволюции перьев. Фото, www.nhm.ac.uk, что значит быть теплокровным Теплокровность, технически известная как «индотермия», означает, что животное поддерживает постоянную температуру тела, высвобождая энергию в качестве побочного продукта метаболических процессов, происходящих в их клетках. Хотя это позволяет животному быть более активным и расти быстрее, это очень дорого. Индотермам нужно есть больше пищи, чем их хладнокровным родственникам, и их более быстрые метаболические процессы производят молекулы, которые могут повредить клеточные компоненты. Холоднокровные животные, или «эктотермы», не управляют температурой своего тела таким образом. Вместо этого они полагаются на энергию окружающей среды, такую как солнечный свет, чтобы поддерживать температуру своего тела, и поэтому нуждаются в меньшем количестве пищи, чтобы выжить. Однако этот компромисс означает, что хладнокровные животные не могут быть активными весь день. Значительные периоды дня отдаются таким видам деятельности, как купания, которые повышают температуру их тела, и это означает, что они не могут выполнять энергоемкие действия, такие как полет. Когда биология динозавров впервые обсуждалась в 1840-х годах, их сравнивали с живыми ящерицами. Это привело к предположению, что все они были хладнокровными, и поэтому были бы медленными неуклюжими животными. Однако с 1960-х годов ученые начали пересматривать эту точку зрения. Динозавры в настоящее время повсеместно считаются высокоактивными животными, что было использовано в качестве доказательства того, что они были теплокровными. Тем не менее, огромные размеры динозавров означали, что они все еще могли быть хладнокровными и активными. Более крупные животные имеют относительно меньшую площадь поверхности, чем более мелкие животные, что дает меньшую площадь для отвода. Продолжение истории читайте на сайте jah.club